Девушки отдыхают Главное, по этому делу мне больше не к кому обращаться Мы должны еще раз прочитать озеро как следует По-твоему, Барков-сирийщик? Не очень похоже Барков в тот год не был в стране, он учил язык за границей Барков кто угодно, но не сирийщик Но сирийщик существует То есть я так понимаю, что единственное доказательство, которым ты основываешь свои выводы Это вот этот кулон 15-летней давности Не просто кулон Чистяков, а кулон, который Таня сорвала с убийцы перед смертью Я с диким боем вырвался из дома И что я делаю ночью, вместо того, чтобы спать в свои кроватки? Рассматриваю фотографии 15-летней давности с тобой Супер! Я не знаю, называй это третьим глазом, чутьем, чем угодно Но я точно знаю, что человек, который убил эту девушку, это тот человек, который убил Таню Водолазы при нас с тобой проверяли метр за метр Правильно, только они искали что-то свежее А ты представляешь, сколько там ила накопилось за 15 лет? Ага, вы видели, я понял Еще 20 тысяч ведер и золотой ключик у вас в кармане Попахивай безуми Попахивай безуми Попахивай безуми Попахивай безуми Попахивай безуми Попахивай безуми Водолазов, значит? Да. Кого еще вызвать? МЧС, войска, силы ядерного реагирования. Шли бы вы спать, устал я-то вас. Баркова на момент исчезновения второй жертвы не было в стране, поэтому он никак не мог. Ну, не мог, не мог. Значит, эти два дела никак не связаны. Тебе, Москвина, с билетами бы съесть. Я уже вижу это в своих розовых снах. Без видимых причин вы отказываете мне в проведении необходимого разыскного мероприятия. Я вынуждена буду написать доклад вашу стоящему руководству или в отдел собственной безопасности. Знаешь что, дорогая, давай-ка сюда свое удостоверение. Давай-давай-давай, это приказ. Ключи от машины. Оружие сдашь в оружейку, хотя она уже на экспертизе. Дело, из-за которого ты здесь осталась, раскрыто. Ты чекка. Можешь ехать в свою Москву и пиши там хоть в Гагский трибунал. Ты здесь больше не работаешь. Я рад, что все для вас закончилось. Неужели? Мне легких побед не надо. Я тебе и так сделаю. Мне нравится. Знаете так, боксеры стоят перед поединком, смотрят друг на друга. Или сумоится тоже, смешно. Ноги поднимают. Смешно. Ты мог уйти кандидатом с шансами, которые когда-нибудь... Ну, не сейчас, конечно, но теоретически мог бы выиграть. А сейчас уйдешь кандидатом без единого шанса. Это будет избеение младенца. Ну, может, младенцу только этого и надо? Ну-ну. Что ты имел в виду про младенца? Далее отмыл первое, что в голову пришло. Пусть помучается. Она ведь не просто так в тот вечер в лофт одна поехала. У нее была какая-то цель определенная. Почему они туда вместе не пошли? Почему-то что. Просто не хотел появляться, словно, на людях. Раскочегаривая ситуацию на ровном месте. Ну-то все. Ты тоже считаешь меня сумасшедшей? Ну, вообще-то я достаточно нежно пошел к сумасшедшему. Надо понять, что вы по тому делу. 200 человек опросили, но кто-то что-то видел. Займешься? У меня ведь теперь нет допусков документов. Забыл тебе сказать. Сам себя сумасшедшим я не считаю. Не то, чтобы я влюблен Дроздова. Он редкостно занудая. Но в данный момент он прав. Дело раскрыто. Ты разогналась, несешься по инерции. Остановись уже. Высади меня. Да успокойся. Высади! Доберешь, напиши. Доберешь, напиши. Ты не увлекался этим? Я не думаю, что Барков убийца. Ну, ты же видел автографию. Ну и что? Это доказывает только то, что они встречались. Да я все равно не знаю, о чем вы верите. Один, второй, третий. А это что? Это планировка этажей. Сегодня звонил риэлтору. Там вроде бы труб починили, крышу подлатали. Завтра буду с ней встречаться по поводу продажи дома. Надо побыстрее продать. Долгов много. Там жидника? Нет. Илья? Ты что здесь? Придупредил бы. Я же тебя грохнуть мог. Дверь открыта была. Я и зашел. Какими судьбами? Я из Питера приехал. Давно я тебя не видел. Говорят, ты жениться собрался. Свадьба отменилась. Печельная. Ты чего хотел? Мне завтра надо там отвезти вещи всякие. Поможете? Да у меня с родителями завал. За парк у нас сейчас. И потом в машинных запчасти возим. Мазот на полу. Мы тебе перепачкаемся. Значит, никак. Извините. Подожди. Будет тебе завтра машина с водителем. Я бы хотел, чтобы это были вы. Хорошо. Завтра в два часа заберу тебя из ресторана отца. Спасибо. Спасибо. Не передай, что вы меня искали. Что случилось? Не бойся. Приставать не буду. Да я не имею. Вот нашла. В кабинете у Гены. На задней стенке стола с кучем примотал. Ваши завтра с обыском собирались. Я решила сразу тебе отдать. Смотрели что на нем? Какие-то записи с парковочных камер. Ничего не поняла. Возможно, это то, что мы ищем. Спасибо. Тебе спасибо. Ты вчера вовремя меня поддержал. Да ладно. Ваши или лебезят, или пальцы гнут. Ладно, делай с этим, что надо. А я спать. Столько суеты с этими похоронами. Почему мне? Я не верю, что Гена мог убить эту девочку. А ты из тех, кто дожмет до конца. Я в людях редко ошибаюсь. Спасибо. Делаю все, что можно. Не окольцевали еще. Повезет же кому-то с таким красавчиком. Вообще-то я уже стою в некоторых регулярных отношениях. Так что... Иди уже. Волшебный. Волшебный. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Мам, ты прекрасно знаешь, что есть некоторые вещи, которые невозможно бросить. Они важные. Важные для кого? Все твои с работы давно спят беспробудно. И это правильно. Потому что работу надо оставлять там, за порогом. Я познала это переделывать. Знаешь, Саша, я устала от твоей безумной компании. Ты ведь многие годы не баловала меня своим присутствием. Ты куда клонишь? Я разговаривала с Аллой. Ну, с моей бывшей работой, помнишь? Я на несколько дней поеду к ней. Она меня давно приглашала. Надо дух перевести. Да и тебе. Полезно побыть одной. Разобраться со своей жизнью бестолковой. Я тебе надоела? Не говори глупости. Тему все равно нет. А ты девочка большая. Как-нибудь и без меня разберешься. Всего хорошего. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Спишь? Какие все светские стали. Знаешь, что не сплю. Скоро буду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как-то так. А есть на записи момент, когда он покидает администрацию? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что-то здесь не так. Видишь его лицо? Если Таня собралась с ним еще раз встречаться, почему он такой грустный? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СТУК В ДВЕРЬ Я вас так... Мелкий спишь, что ли? Мелкий у отца с ночевкой, неважно. Смотри, как он его держит. Точно было от него без ума. Ничего себе неважно. Ребенок должен общаться с отцом, иначе выросли такой невротик, как я. Шутка. А ты что, одна осталась, получается? Тебе-то какое дело? Варков не уничтожил видео. Ты бы стал хранить у себя дома компромат, если бы он у тебя был. В общем, я сулугуни и огурец возьму, ладно? Как бы понять, о чем они там говорят? Не, ну, можно, конечно, найти специалист, который по губам читает. И где его найти? Остался у меня один специалист в прошлой работы. Так ты сама к ней поедешь. Это личное. Наследил свое время. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Я из следственного комитета. Вы меня по губам понимаете? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы можете помочь мне расшифровать один очень важный разговор? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я удостоверение в машине забыла. Вот визитка, тут все реквизиты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 А когда этот покупатель согласен ехать туда? Можно тебя одну минуточку? Извините. А что это за то? Красивый? Часто большой? Восемьсот. Анька, долги отдадим. Кстати, еще кое-что останется. Мальчишкам там понравилось? Ты что, передовывала, что ли? Нет. Это я... Вообще она права, надо соглашаться. Где мы еще найдем такого покупателя? Здравствуйте. Что, нашли убийца? Я просто хочу прояснить некоторые детали этой поездки. У Тани не было с собой дорожной сумки или рюкзака? Не было. Я бы багажник открывал, я бы запомнил. А она просила куда-то еще ее отвезти? Вы знаете, я потом вспомнил, хотел позвонить, но заработался. Она просила отвезти ее на вокзал. Но я не стал ее ждать, потому что пятница, в городе много заказов. А так весь день как на приколе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Что-то еще вспомнить и звонить. Если к ячейке не возвращается более трех дней, то ячейка вскрывается, и багаж переносится на этот стеллаж. Я не помню номер ячейки, но багаж был сдан 31 октября. Девушка, я уже говорил, запрещается выдавать сумку без описания содержимого. Запомните, пожалуйста, бланк описи вещей. Мы вызовем дежурного полицейского, произведем сверку, и вы получите вещи. Следственный комитет Александра Москвина. Вы сами позвонили и сообщили нам о подозрительном багаже. Чего-то не понял такого. Вы позвоните посмотреть ваше служебное удостоверение. Сан Саныч, принимай негабарит. Ого! Так, вот давай, туда. Ага, давай, наверх, 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 наверх. Давай, тебе помогу. Ох ты, елочка! Аккуратней! 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 Что там? Стой! Полицию пошел! Ты уже получил списки пассажиров в аэропорту? Понятно. Я нашла Танин рюкзак дорожный. Он был в камере хранения на вокзале. Сейчас поеду к Лавровому, попробую понять, что в нем. Слушай, достать ты их в покое. Я им только вчера сказал, что дело закрыто. Они же родителям обязаны держать их в курсе. У тебя, частиков, просто детей нет. Возьмите ямочку, пожалуйста. И сделайте вид, что вы подписываете какой-то документ. Аккуратней! Угу. Спасибо. А теперь давайте поснимаем присте с самоосвещения. Боль, это необходимо, скажи мне? Ну, это имеется публичная должность. Это неожиданность для тебя? Да, вот здесь. Вот сюда? Да. Избиратель должен узнать, что ты уже на свободе. А это была ошибка следствия. Главное, самому верить, что ты на коне. Убежденность вещь заразительная, и не кисни. И что это за бровки домиком? Угу. Расстегните пуговицу, пожалуйста. Или ты хочешь, чтобы твоя фамилия в бюллетене вызывала у избирателя недоумение? Как этот зэк может баллотироваться из тюрьмы? Публика мыслит даже не текстами, а картинками. Мы должны старые картинки перешибить новыми. Ты сам говори, потому что черный пиар – лучший способ продвижения, а? Ну ты же не рэпером собираешься стать? Руки в кокаму. Все, 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 давайте заканчивать. Все, не могу. Все. Спасибо большое. До свидания. Да, кстати, я нашел тебе новую девочку вместо Рыбаковой. Умненькая, сообразительная, улыбчивая. То, что надо. Ну, пока не бери. Это что? Правда, что? Не бери никого и все пока. Не надо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ни за что не угадаешь. Зря ты меня сюда не привозил. Даже боюсь себе представить. И где же ты? Наш новый дом прекрасен. Звони риэлторше и отменяй сделку. Как ты там оказалась? Ну, адрес указан в документах. А, ну да. Тебе правда нравится? И ведь мне тоже понравится. А как же долги? Дом ведь и нужно покупать. Чуть дороже, чем можешь себе позволить. Ничем как-нибудь выкрутимся не впервой. Как хорошо, что ты приходишь в себя, моя красавица. Я поле смотаюсь к Яковлеву, его сын попросил кое-что перевезти. И сразу к тебе. Приятного аппетита. А ты чего не на работе? Я возвращаюсь обратно, папа. А это еще что такое? Я люблю. Так. Опять пришли к нулевой точке. Вот ты, конечно, любительница романтического пафоса. Вся в маму. Папа, ты хочешь, чтобы я была счастлива? Началось. Я только и думаю, как бы сделать жизнь моей единственной дочери совершенно невыносимой. Ну, конечно, мой свет, я хочу, чтобы ты была счастлива. Разве может быть по-другому? Ну, так позволь мне быть там, где я хочу и с кем я хочу. Мне больно смотреть, как ты совершаешь непоправимые ошибки, моя девочка. Но откуда в тебе такая жажда саморазрушения? Ведь его все равно посадят. Не сегодня, так завтра. У него на лице написано сиделец. Как это не печально, правда, искателя нынче не в моде. Папа, это моя жизнь. Так что позволь, я буду ошибаться своими ошибками. А не проходить чужие. Все-таки тебе и от меня кое-какие гены перепали. Делай, что хочешь. Только больше меня ни о чем не проси. Это понятно? Да я за голчатами заехала. Хочу им дом показать. Вот там увидимся. А ваш напарник сказал, что вы больше не занимаетесь этим делом. У меня последний рабочий день. Я нашла рюкзак Тане. Давайте вместе его откроем, изучим содержимое. Может быть, что-то вам покажется подозрительным. Так, ждем меня на улице. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, это Таня на джинсы. А почему вас сняли с дела? Мне надо ехать, у меня жених в Москве. Только из-за работы оставались? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Анна! Да? Простите, вы узнаете этот телефон? Нет. Впервые вижу, а что это Танин? У него что, был второй телефон? Там есть контакт Илья. И все последние звонки ему. Как вы считаете, кто это может быть? Это... Танина, детская любовь, Илья Яковлев. Да. Сын того самого Яковлева. Как вы считаете, где он может быть сейчас? Прямо сейчас они в машине вместе с моим мужем что-то перевозят. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Послушай меня, чего ты от него хочешь? Тебя, дурака! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поговорили. Здравствуйте, дядя Игорь. Спасибо, что приехали. Давай побыстрее, Илья. Идем не в проворот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Остановите машину, пожалуйста. Ты чего, Ильяш? Возьмите. Что это? ИЛЬЯ! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, всем привет. Когда вы увидите эту запись, то будет уже понедельник, и я буду далеко-далеко. С чего начать? Да. Прошлым летом я приехала в город, и я вдруг поняла, что прошло уже целых три года, а мы как будто бы даже расставались. Вот, и я хочу просто, чтобы вы знали, что я его люблю и не могу без него. Мама, наверное, догадывалась, да, мама? В общем, пожалуйста, не переживайте. Все будет хорошо. Мы остановимся у него в квартире в Питере. Как только я смогу, я сразу с вами свяжусь. Всех люблю. Я очень счастлива. Всем пока. Ну все, выключай. Илюш, пожалуйста. Всем пока. Все, выключай. Пока. Всем пока. Выключай. Пока. Илюш, выключай. Субтитры создавал DimaTorzok Я получил данные из аэропортов. Та они нет в списках пассажиров. А вот данные с вокзала результат дали. Она действительно собиралась не лететь, а ехать. И собиралась она не в Москву, а в Питер. Поэтому вещи там оставила. Какая твоя Валя, глазастая оказалась. Да уж мне или не знать. Танин поезд отходил в пятницу в час пятьдесят ночи. Кроме нее вагон несел еще один пассажир. Билеты были куплены по его карте. Знаешь, что это было? Знаю. Илья Яковлев. А ты ведьма. Как ты это делаешь? Но у меня для тебя есть еще один сюрприз. Просто огонь. Ну, давай, спускайся. Я у контора внизу. Расскажешь. Ты куда бежишь? Где Москлина? Что вы у меня спрашиваете? Я и кто? Хорош не врать. Говори, что вы там мучите? Все по делу Лавровой уняться не можете. Лаврова с кем-то пыталась уехать на поезде в Питер. Мне плевать, куда она там собиралась. Поступило заявление, что сегодня Москлина украла багаж из камеры хранения. Она что, совсем с катушек слетела? Ничего не слетела. Вот, посмотрите. Что это? Алиби Баркова. Он не знал, что надо поедать на поезде. И ждал ее в аэропорту. Несколько часов. Даже туалет не отходил. Фотографии можно вернуть? Спасибо. Ну? После разговора с Лавровым, младшего Яковлева, никто не видел. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Ага. Спасибо, Синович. Телефон Лизы засекли. Возле Красноармейского района. Я, кажется, знаю, где он. Здравствуйте. Здравствуйте. Снова дождь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Илья! Мы из Следственного комитета, нам надо поговорить с вами. Как вы меня нашли? Вы с Таней снимали здесь ваше видео, фотографировались. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вас не подозревают. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вас видели на вокзале? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто знал о вашем отъезде? Никто. Вас кто-то должен был видеть тот, кто знал Таню. Может быть, следили за вами. У нас видел всего один человек, когда я заезжал к Тане домой за рюкзаком. И кто это? Он стоял напротив света. Он был в форуме фирмы Тани Новация. Вы не могли бы проехать с нами? Да, конечно. Машинный пистолет в управление заберешь. Ну да, так вот Таня встречалась с Барковым несколько месяцев, но порвала, как только вернулся Илья. Барков как ни старался, Таню забыть не мог. Да, какой у нас вице-губернатор сентиментальный оказался. Кто бы мог подумать? Удалось восстановить их сетевую переписку. За несколько дней до убийства Барков оставил Тане сообщение, назначил встречу. Таня согласилась, но сказала, что это будет их последний разговор. Распечатки мне на стол. Хорошо. Обычно они встречались на даче у Капитонова, но Барков заметил слежку, которую организовала его жена. И вот тогда-то Петр Платонов решил помочь своему покровителю и дал ему ключ от Лофта. Он подтвердил это официально? Подтвердит, куда он денется. Я его лично запрошу. Да. В Лофте у них состоялся серьезный разговор. Таня своего решения не переменила и сказала, что она уезжает с Ильей Яковлевым. Сыном. Понял. Дальше. Барков был потрясен. Он решил всеми усилиями удержать Таню, взял ее паспорт и спрятал прямо там же в Лофте за картиной. Не очень умный поступок, конечно. Любовь не таких отопляет юноша. Через несколько дней Таня заметила пропажу паспорта и вернулась за паспортную к Баркову. По губам нам удалось распознать, о чем они там говорили. Он рассказал Тане, где прячут паспорт и отдал ей ключи от Лофта. Там-то ее и нашел настоящий убийца. Ну и кто же он? Знали бы сказали. Единственный, кто видел их вместе, это человек в униформе фирмы Лаврова. Субтитры подогнал «Симон» Ромка, здорово. Спасибо, что выручил. Давай, переодевайся, ехать уже надо. Давай запчасти уже в порту, так что сегодня до упора. Комбейс мне где? Ну где, в ящике, как обычно. Я думал, контора уже закрылась. Да, из графика выпали, конечно, но ничего, скоро на верстань. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Гриша звонил из архива. Нарыл информацию по делу Рябцевой. Что именно? При переезде Калина заказывала мебель в диван в торговом центре, а перевозила ее некая фирма «Меркурий». Пробили ее? Ну, естественно. Разорилась во время кризиса восьмого года. Владелица Шаповала Марина Васильевна. Адрес есть? Акварельная семья. Ну, поехали туда. Прямо сейчас? Не ленись, частяков, мы и без того много времени потеряли. Твоя одержимость меня завораживает, серьезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok